В Уральске прошли общественные слушания по поводу строительства дороги с мостовым переходом через реку Чаган. Заместители Акима города Бегжан Тухжанов и архитектор города дали разъяснение по изменениям в планах развития территории в направлении микрорайона Ахжаик и выслушали мнение и предложение горожан. Согласно генеральному плану города, дорога по улице Маметовой будет продолжена с переходом на улицы Сдыковой и далее до микрорайона Ахжаик. Однако этот вариант намного дороже, причем захватывает 26 домов и коммерческие объекты. Поэтому архитекторы и другие специалисты разработали менее затратный проект. Мы при рассмотрении экономии бюджетных средств решили пойти по улице Маметова и нашли такой вариант, где затрагиваться будет всего 4 дома. 4 дома и угол парка. Ранее говорилось в СМИ, что именно в парке вырубается полторы тысячи деревьев. То есть это дезинформация, на самом деле, если, как я предлагал жителям, пойти посчитать, сколько деревьев выходит. То есть это был утвержден документ. Мы собрались здесь с общественниками, с жителями для того, чтобы услышать их мнение. Горожане, принявшие участие в слушаниях, с таким решением не согласны. На встрече они выступили против работ на территории единственного парка в городе и предложили свое видение и альтернативы. Вернее, провести дорогу по площади, которая находится сзади общежития, где улица Гвардейская. Да, она же пустая там, пустая, гаражи там переломные. Я сам лично ходил пешком, ходил пешком. Я прошел каждый метр, сантиметр вот этой улицы для того, чтобы изведать и проследовать, где можно построить этот мост и сделать альтернативу. Хорошо, теперь у нас есть кафе Саранка. Там эту дорогу можно загнуть под мост и вывести вдоль железной дороги, так же, мимо дачи, и она уйдет. Почему нельзя так сделать? Зачем ломать дома и зачем приближаться так близко к парку, где будут у себя загазовываться? Там потом пешать нечем будет, вы сами поймите. Вот, смотрите, идет дорога. Почему ей не повернуть по Неусыпова и пойти по Сдыкову? Вот она повернула и пошла. Дальше здесь только стоит газозаправка. Она, видать, частная? Представители местных властей разъяснили преимущества проекта, который влечет за собой новые инвестиции, открытие сотен рабочих мест, как во время строительства, так и после введения проекта. Там, еще раз я хочу повторить, что проложены сети. На следующий год мы планируем начать строительство многоэтажных жилых домов. В чем проблема города? Со стороны, вот сейчас архитектор до этого объяснял тоже, если мы заезжаем со стороны Атраус, Самары, Саратова, у нас везде идет малоэтажная застройка. Вы говорите в сторону Жилаева, пожалуйста, продлевайте. У нас на очередь на землю стоит более 70 тысяч человек, на жилье 20 тысяч человек стоит. Эти все люди, они ждут жилье, понимаете? Мы планируем в этом микрорайоне Акжаик строить высотные дома для жителей нашего города, не для кого-то, которые приедут. Это именно наши жители, которые стоят на сегодняшний день в очереди. От того, что мы будем развивать малоэтажную застройку, наш город превращается в аул, а не в город. Общественные слушания продолжались два часа. Были выслушаны мнения каждого, кто изъявил желание. Все предложения и пожелания будут взяты на учет и будут рассмотрены, заверили городские власти. А общественные слушания, если будет такая необходимость, будут проводить каждую неделю, до тех пор, пока не найдут оптимального для всех решения.